Мало кто знает, что бойцы из Гинджинской губернии и Борчалинского уезда разбивали в пух и прах австрийцев и немцев от Балкан до Польши. Дело в том, что во время Первой мировой войны татарский, азербайджанский полк входил в состав Дикой дивизии Российской империи. Командиром всей дивизии тоже был азербайджанец Мирзак Аджар. Так, в одном из сражений у деревни Бринь, бойцы Гинджинской губернии, включающей в себя азербайджанцев от юга Карабаха до Борчалы, уничтожили крупную группировку противника. Вот что писал Николай II в поздравительном письме. Татарский полк 1-м из туземной дивизии заслужил своему командиру Георгиевский крест. Гордясь высокой наградой, считаю ее исключительно лестной оценкой высоких воинских качеств и беззаветной отваги татарских всадников. Прошу вас принять выражение моего глубочайшего восхищения перед беспримерной доблестью мусульманских воинов Елизаветпольской губернии. А командовал дивизией Фазула Каджар. Они были освобождены от воинской повинности и могли не принимать участие в этой войне. Но долг чести и прирожденная боевая храбрость не позволили им оставаться в стороне. О всадниках, будто воскресших из глубины героических веков, знала вся Россия. О них писали газеты. О них с восхищением говорили в дворцах и в рабочих поселках. Там, где появлялись полки дивизии, враг многократно увеличивал свою оборону. Там, куда они направляли своих скакунов, не было пощады и снисхождений. Их непривычный вид удивлял своих и повергал в ужас врагов. Наш фильм о дивизии кавказских горцев, прославившейся в годы Первой мировой войны. О всадниках и офицерах 2-го дагестанского, кабардинского, чеченского, ингушского, черкесского и татарского полков. Наш рассказ о таких славных сынах Кавказа, как дагестанец Аратсхан Хаджимурат, чеченец Топа Чермоев, кабардинец Даутоков Серебряков, полкарец Магомед Абаев, ингуш Крым Султан Базоркин, азербайджанец Керимхан Эреванский, карачаевец Магомед Крым Шамхалов, черкес Баджоков и многих других славных сынов Кавказа.